вместо газонок здесь просто месиво я чувствую вибрацию в плите раз-два надо сделать друзья вот так как перейти дорогу ну потому что если у вас есть дети и здесь совсем другая картина то есть вот эти трубы вы будете прятать за своими занавесками у меня язык не поворачивается очень очень скромные то есть просто так здесь не пройти обратите внимание тротуаров просто нет специфический все надо брать да конечно я сам хочу жить в таком комплекте да здесь как говорится без пол литра не обойтись друзья добрый день я андрей артемов жилой комплекс живи в рыбацком расположен в невском районе города санкт-петербурга и стоит он прямо на береговой линии проспект сейчас мы с вами его видим как раз за моей спиной и его не так-то и легко перейти с высоких этажей открывается красивый вид на него сегодня вам покажу и расскажу нюансы комплекса а вы обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк в шаговой доступности есть детские сады и школы но с местами в них они так-то и хорошо как хотелось бы так согласно официальной информации сайтов детских садов номера 12 14 70 вакантных мест нет со школой номер 348 аналогичная ситуация но зато 574 школе есть 70 вакантных мест первый класс квартира в комплексе представлены от студии до трехкомнатных квартир так однокомнатную квартиру на сегодняшний день от застройщика можно приобрести от пяти с половиной миллионов рублей на вторичном рынке квартира вам обойдется от 5 миллионов 700 тысяч рублей стоимость будет варьироваться от мебели и от видовых характеристик вашей будущей квартиры примеру видовая однокомнатная квартира вам обойдется от 6 миллионов двухста тысяч рублей стандартная высота заявленная застройщиком составляет два метра 58 сантиметров а на последнем этаже по заявлению застройщика высота потолка должна быть 3 метра класс энергоэффективности всех зданий б высокий все квартиры застройщик передает уже с отделкой но здесь не обошлось конечно и без нюансов так примеру в ванных комнатах на стенках плитка не до самого потолка а также видны канализационная труба и трубы под горячую холодную воду но вид конечно такой знаете специфический сперва апреля начнет действовать госпрограмма 2022 где квартиру ипотеку можно будет приобрести со ставкой в 12 процентов годовых и максимальная сумма ипотеки для санкт-петербурга и области 12 миллионов рублей так что новостройки снова рванут поддержки вторичного рынка у нас нет так пример сбербанке можно оформить ипотеку на вторичное жилье от 19 процентов годовых квартира в отличие от новостройки будет уже частично мебелирована с кухней но и соответственно с документами и здесь конечно друзья нужно считать что выгоднее приобрести квартиру в ипотеке в новостройке и ждать потом ее обустраивать дорогущей мебелью и техникой либо уже взять на вторичном рынке частично мебелированную из кухни и документами нужна помощь с ипотека и расчетами обращайтесь квартирография комплекса тоже говорит нам о многом я не поленился взял проектные декларации 34 сданных домов и пятистройщик ся и сложил все данные вместе и получается друзья что студии однокомнатных квартир практически 79 процентов от общей массы квартир в этом жилом комплексе но назвать конечно этот квартал семейный у меня язык не поворачивается ближайшая станция метро рыбацкая до нее примерно 23 километра от комплекса по необорудованной дороге то есть там нет тротуаров но зато есть грязь и лужи на первый взгляд монолитное перекрытие по ощущениям толщиной там сантиметров 12 обратите внимание тротуаров просто нет для того чтобы пройти вот сейчас мы идем по замерзшему здесь не так много грязи но вот понимаете что сейчас все это растает и во что превратится дорога которую необходимое перейти вот у нас раз пешеходный переход его там наверное метров 500 может быть чуть больше 2 пешеходный переход то есть просто так здесь не пройти и обратите внимание здесь немного асфальта и все зеленая зона уже все давно вытоптана протоптана все в грязище рядом находится лэп и вот здесь сочула прикольно там такие небольшие озерца и там летом очень классно поют свои песни лягушки времени 12 часов 18 минут обратите внимание вот эта пробка в сторону города здесь она собирается за счет того чтобы люди переходят дорогу пешеходный переход он нерегулируемый и чуть дальше как я вам уже был там 2 пешеходный переход он тоже нерегулируемый соответственно часть машин сайт который из города а часть который едет город вот примеру прямо между домами в комплексе находится современные трехэтажный детский сад но его до сих пор не сдали вот видите сейчас как раз идет приемка но если посмотреть на другую сторону то здесь просто замечательный вид обратите внимание на линии электропередач здесь почему-то сделано видите тоже да вот можно перейти дорогу но при этом почему-то знак о том что это пешеходный переход закрыт зебры не нарисовано на асфальтном покрытии вместо травы здесь я вижу просто грязь но зато есть подземный паркинг давайте вместе с вами пройдем и посмотрим что же там внутри обычный недорогой совсем паркинг 1 но верни недорогая совсем отделка то есть просто обычный бетон и вот шлифовали покрыли краской которую видите уже сваливается но зато нужно с пешком пройти вниз окно наверное это там вход вниз по ступеням вот тут мы видим что течет вода где-то сверху это уже проблема давно потому что вот видите все белый вот это все это ручки и они текут как раз из технологических он технологических отверстий а когда крепят ополубку там остается отверстие их видно не очень качественно зачеканили в этом месте и из-за этого как раз течет вода и вот здесь мы с вами можем видеть аналогичную ситуацию вот видите все в водичке но я полагаю что внутри будет картина скорее всего такая же но если подойти чуть ближе то вот смотрите как все вот валится конечно ничего хорошего в этом нет вода мы сами знаем она зимой замерзает расширяется и разрушает бетон в том числе вот такая картина но пойдем дальше посмотрим дворы что с дворами входными группами и всем остальным есть деревья небольшие конечно но хотя бы есть дворы конечно такие очень очень скромные теннисный стол скамейки все все такое оборудование все недорогое то есть дешевле наверно просто уже не было сами понимаете какой здесь здесь кстати более семи тысяч квартир во всем этом комплексе ну вот сам двор кстати вот это на рендерах застройщика это видно здесь мы как раз видим эти электропередачи через него их протянуты идут другой стороне у нас тоже стройка здесь у нас бетонный укрепленный берег он ведь и как все сделано чтобы просто в грунт не сползал вниз потому что вот получается от береговая линия ну и за тут 25 метров на скидку надо даже нет и сразу же идут дома конечно с высоких этажей прекрасный вид не только на него но и на электровых линию электропередач но мне бы не хотелось жить в такой близости от них здесь у нас входная группа не в уровень землей три ступени у нас есть ограждающая конструкция которая уже гниет во всю везде пошла ржавчина заходим что-то здесь освещение похоже лампочка давно перегорела но на полу красивая плитка внизу из резинка где можно вытереть ноги о нормально да экономим тепло хорошо что здесь есть тамбур вот здесь тепло поверьте на слово пахнет средством а тараканов очень четко надеюсь их здесь нет любых и здесь просто травили остался запах а стены сама отделка смотрится принципе неплохо очень красиво мне нравится как выделяется смотрится пол и здесь знаете такое ощущение что действительно находишься в корабле вот есть такие иллюминаторы цветочки полудохлые есть и одна из особенностей это вертикальная разводка системы отопления то есть вот эти трубы вы будете прятать за своими занавесками слушайте и идет вибрации если бы здесь было бы перекрытие в 20 сантиметров то такого бы здесь просто не было бы так давайте пройдем по слову но первый этаж смотрится неплохо отделка недорогие конечно уголки но они здесь есть здесь даже и сеткой это смотрится не так убого как у большинства проектов где просто вообще ничего нет но вот у меня например это найти такое ощущение что я в какой-то подвал попал трубы так не должны быть если она есть по мне нужно было как-то заделать сделать красиво но видно здесь это не судьба первый этаж здесь у нас уже пошли квартиры мы с вами друзья пить и для системы пожаротушения труба все открыто мы сейчас с вами пройдем к лифтам благо вот здесь хотя бы есть указатели лифты находятся в этом комплексе прямо внутри лифты у нас отис наверху у нас есть нумерация и есть куда позвонить если не дай бог что-то случилось вот он у груза пассажирский едем на 15 этаж ген-2 с режимом регенерации энергии данные лифты экономят до 70 процентов электроэнергии и кстати не забываем что компания отис объявил о том что уходит с нашего российского рынка но при этом будут обслуживать дальше соответственно все свои лифты покуда есть запчасти слушайте вот он едет показывает 5 этаж что такое ощущение знаете что он стоит на месте очень круто плавно и тихо и хорошо 15 этаж и здесь совсем другая картина понимая да что высоченный потолок здесь даже больше выше чем 3 метра на в квартирах понятно что нет такой высоты 15 этаж вы только обратите на эту красоту внимание да понятно что это дома эконом-класса но все же можно было как-то сделать лучше отделку видите большое количество зато лифтов ах 4 в 3 получается у нас пассажирский и один груза пассажирские квартиры тут у нас должны быть рукава слушать они здесь есть красавчики все подключено молодцы и здесь тоже есть почему-то он просто лежит свяженный входные двери обычные с одним замком недорогие смотрятся нормально установлены вроде тоже недорогие звонки кстати здорово на что здорово что звонки находятся внизу потому что если у вас есть дети то если вы звонок был бы здесь наверху он бы не достал бы а так достанет ребенок позвонит ну номерация квартир сейчас посмотрим везде так или нет просто распечатали на принтере и повесили да здесь настоящие друзья катакомбы как идешь раз квартиры два квартирах вот они самые большие так вот здесь есть нумерация не знаю кто-то люди интересно от подписи или нет да здесь как говорится без пол-литра не обойтись помещение тех этажа закрыта красавчики на скотч прилепили вот здесь поменяли дверь непонятно ладно давайте с вами выйдем на переходной балкон потом спустимся по нему ниже на этаж и посмотрим что там квартир мало на площадке здесь как раз получается самая большая площадь у этих квартир но отсюда обратите внимание конечно очень красивый вид на реку неву церковь впереди ну вот сверху кстати очень все хорошо видно вот например кто обеспечивает теплом тепло станции да вот она здесь совсем недалеко полагая что дома теплые потому что стены здесь бутерброд из газоблока утеплителей кирпича каких-то вот на фасаде подтеков и я не вижу балконы все стеклены от застройщика холодным остеклением ну это не дорогие дома здесь сейчас достаточно интересная стоимость но из особенностей конечно вот про квартиры он все сказал ну и плюс транспортная доступность с одной стороны да она есть и есть остановки есть даже станции метро в шаговой скажем в пешей доступности но при этом туда очень проблематично дойти если у нас идет дождь образуются лужи ты пока дойдешь до метро будешь весь конечно грязный а жаль что у нас нет никакого речного транспорта который например может а вот приплыл там поплыл по невее приплыл там туда куда тебе нужен пример в центр города как тут нас это очень реализовано и здесь сейчас видно как раздору смыть как собирается лед вот он весь вот туда идет не веет видите красивая картина но и сами дворы если отсюда смотреть сверху все видно заставлено машинами потому что подземный паркинг стоит денег здесь люди покупают потому что у них ограничен бюджет если у вас также бюджетом там там до 6 миллионов то это один из вариантов где можно приобрести квартиры значит также из особенности не забывайте что рядом с рекой всегда будет прохладней будет прохладней и будет ветер здесь всегда ветер здесь даже летом дует ветерок и когда конечно жарище это здорово видите какой детский садик у каждого каждой группы есть вот свои вот такие закрытые терраски где бы детки гуляли есть даже горки ну то есть такое небольшое количество игрового оборудования но прикольно да что детский сад он есть прямо здесь и когда кэш откроют в а если сюда попадешь и будешь водить детей то это конечно здорово также напоминаю что никогда не бывает такого что знаете вот у вас детский сад во дворе вас могут отправить в другой потому что там мест нет и в этот сад уже понимаю давным-давно огромной очереди а вот там вдалеке вот виден и видите синий домик двухэтажные за ним как расстройка это нового корпуса живи в рыбацком а там чуть правее за домами с красным кирпичом забивают свои на это кстати жалуются жители то что слышен постоянно звук забивающих свои многие работают дома удаленно и это конечно очень сильно отвлекает также смотрите вот еще момент про озеленение так камера приближайся а вот так лучше видно смотрите спортивная площадка просто скудная также как скудное оснащение дворовой территории для деток то есть практически ничего нет огромное количество квартир и здесь просто знаете но минимум поставили который видно положено все то самый 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 чтобы просто прошла проектная чтобы прошел проект и можно было его сдать озеленение узнаете не удивлюсь это даже уже управляющей компании сажала за счет жителей обычное набивное покрытие и выход в подземный паркинг где мы видели маленькие такие асталактики или как они правильно которые вниз идут замерзшие летом понимаю все подтекает особенно по весне ну и здесь вот если посмотреть вниз то мы с вами также можем видеть что с детской площадкой что достаточно не очень хорошо газона есть трава на частично уже мертвая вытоптанная дурацкие никому не нужны и вот эти дороги когда вы знаете вот это все проектируют я не знаю это дело для красоты что ли они нужно там делать эти дороги там где ходят люди где им это удобно но его тоже да вот смотрите вот вы например идете из дома вот туда вы выходите как перейти дорогу например на ту сторону не как вот напротив остановка вот там остановился вот вы приехали из города домой вы просто и перебегайте либо вам аж туда нужно идти вот где я проходил чтобы пройти а второй получается аж вот там переход но это конечно очень неудобно и это не вина не проблема застройщика это вот город почему-то вот так это все сделал надо как-то делать по ну там может быть подземные переходы изначально нужно было сразу строить но вот как-то об этом никто не подумал почему-то не подумал о наших жителях давайте сейчас выйдем посмотрим лестничный марш и спустимся на этаж или на два ниже лестничный марш обычное недорогое ограждение жестко поставленное вот видите вот здесь значит она смотрится недорого из-за того что очень тонкий металл и вот это как я называю видите сверху линолеум который начинает со временем вот так отходить не знаю как это вообще возможно поправить или нет здесь принципе чисто все беленькое отмыто и почти до конца ну такому классу дома я для меня это эконом дома то придираться особо нечего значит из моментов к примеру вот видите здесь сделали вот эти двери прямо коричневый цвет как раз вот к этому кирпичу но сами двери знаете они ничего но может быть цвет если в другую смотрелось бы по-другому но может быть это найти мое личное впечатление мои какие-то придирки далее смотрите вот у нас ограждающая конструкция закрытого типа потому что вот мы где стенка полностью видите закрыты нет никакой решетки для того чтобы уходила вода здесь просто такая огроменная труба знаете такое ощущение что в питере дожди идут с утра до вечера таком объеме чтобы цену вводить такое огромное количество воды вот этого мне непонятно но ограждающая конструкция держится крепко хоть в этом плюс заходим да вот кита ленточка дверь уже ржавеет вот почему здесь нет стекла непонятно но зато хотя бы есть тамбур это положительно играет на сбережение тепла класса эффективности напомню здание всех б высокий вот видно видите вот его трещины здесь уже покрытие все как-то пошло вот они двери люди меняют но да получается застройщика даже нет нормальных номеров просто на скотч коревок косы наклеили ну и так пойдет люди и так уже купили ничего страшного там нет да вот здесь знаете чего мне не хватает это обычных человеческих указателей а лифт находится там вот понятно да выход я оттуда вышел где лифты как туда пройти ну вот как-то я не знаю почему вот они вот так это все сделали непонятно давайте мы с вами измерим стандартную высоту потолка 257 я вот нахожусь в этом коридоре и слышу разговоры разговаривает девушка слышал голос детей понимаю что с звукоизоляции здесь не так все хорошо как хотелось бы примеру что-то случилось вы застряли в лифте здесь есть телефон куда можно позвонить но если вас примеру разряжен сотовый телефон или не ловит связь то для этого есть вот такая специальная кнопочка вызова давайте проверим да здравствуйте проверка связи как меня слышно мнение все в порядке спасибо проверка до свидания здорово что ответили и кстати обратите внимание здесь как у многого комфорта и бизнес-класс всего лишь один датчик да люди себе сами клеют кто на что гораст номера квартир вместо застройщика о пакетике мусор все как на так еще не зашелик недавно проверка была поэтому есть пожарные рукава уходи это сразу холоднее чувствуется да не очень конечно удобно сделано что если у вас есть дети которых вывозите на коляске это поднимать конечно не так то и здорово и вот смотрите да я вышел и дверь просто надо конца не закрылась то есть доводчики и не дожимает и здесь уже все давно с ржавела вот так раз и все и вот так остается чтобы соответственно закрыть надо сделать друзья вот так ну понимаю что навряд ли каждый жилец так именно делает а здесь обратите внимание для того чтобы можно было ехать на коляске сделали вот такой двухэтажный пандус вот еще один паркинг и вот здесь например по крайней мере на везде нигде не видно следы от влаги то есть понимаешь что где то есть недостаток а где то его нет вот видите как раз вот из-за перехода здесь получается вот туда просто столько просто много очень машин пока доедешь достаточно широкая дорога и и обещают сделать когда-то там четыре полосы для этого оставили столько много зеленые зоны вот почему здесь не высадили деревья честно говоря мне непонятно вот их здесь явно не хватает сами дома это построены по технологии монолитной кирпич монолитной кирпичной технологии возводят обычную несущие колонны с перекрытиями и потом все закрывает газоблоком вот здесь эти видны проблемы вот видите вот это потемнее вот это это как раз следы влаги и это не очень хорошо но зато кстати здесь в отличие от того же 21 квартала сами монолитные перекрытия закрыты и не за здесь просто цемент либо там еще утеплитель есть это намного лучше а вот он и класса на эффективности бы высокий о смотрите что я вижу друзья камера приближайся вот видите на потолке видны следы влаги то есть влага туда попадает если говорить вот об этом всем остекление то здесь получается она идет сплошное остекление монолитному перекрытию на специальный крепеж прикрепляются алюминий и он идет от самого низа до самого верха ну и соответственно где-то куда-то попадает влага что естественно есть хорошо заметил кусты вот он маленький такой вот моя рука и вот кустик убиты обломаны здесь они чуть побольше здесь еще немножко побольше сделаю ставку рендер застройщика что вы просто видели и когда она смотришь на рендер застройщика то понимаешь что комплекс весь в зелени он красивый в лесном массиве и рядом моряка да конечно я сам хочу жить в таком комплекте но к сожалению это просто обычная картинка замануха для того чтобы вы посмотрели сказали все надо брать оделка конечно сами фасады по ним тоже видно что это дома обычные эконом класса дома плохого сказать на данный момент ничего не могу про них то есть они не не хуже чем те же комфорт класса которые часто мы видим в моих обзорах то есть обычные нормальные недорогие дома конечно когда я иду и перекрытие подо мной под моим весом дает амплитуду нагрузки она начинает на эти ж играть и шевелиться ну конечно говорить о том что на хороший звукоизоляция будет конечно навряд ли давайте здесь застройщик применять какие-нибудь шумоизоляционные маты как и некоторые застройщики и что-то другое и вот мы впереди с вами видим долгожданный переход у нашего там за каким-то мостом представляете какой нужно проделать путь вот сюда чтобы пройти холона по тротуарам люди ездят потому что негде парковаться вот видите все все друзья забита машинами так сейчас мы с вами перейдем дорогу и посмотрим как раз вот впереди идет стройка здесь вот получается как раз все нарушается ждешь карман когда нет машин для того чтобы просто перебежать дорогу даже до пешеходного перехода идти достаточно далеко вот где автобус аж за автобусом 2 пешеходный переход ну как-то надо было по мне движение немножко получше поудобнее организовать для людей надо было думать перед тем как планировать здесь у нас эти дома отличаются здесь видите а есть большие цифры нумерация входных групп подъездов в отличие вот от этих домов тут вообще не поймешь где чего и какой подъезд пока не подойдешь вообще вплотную но да по магазинам видите стоматология пекарня суши шаверма мебель алка маркеты и зоомагазин все принципе здесь больше ничего нет но и обратите внимание все заставлено машинами на тротуарах они везде просто все стоит все в машинах везде стоят и вот тоже зеленая зона до кустарник зовут этим забором я вот не понимаю вообще когда проектировщики делал тут этот забор мне скажите для чего ладно вот это я понимаю когда машины паркуются чтобы они там как-то не знаю там это видели когда задом паркуются чтобы не убили там поребрик не знаю я еще может быть пойму но вот это для чего кто-то сюда полезет да никто сюда не палец здесь и так уже все поумирал нормально было изначально посадить высокие хорошие деревья а этого почему-то не сделано и вот здесь смотрим вот она проезжая часть небольшая зеленая зона где травы практически просто нет опять идет асфальт все закатали в асфальт видно в асфальт закатать дешевле нежели чем сделать нормальную хорошую зеленую зону но здесь тоже обратите внимание что просто перекрытием налит на но просто тоненькой и что-то здесь кирпичи знаете такое ощущение что его смотрите кто-то покусал кто-то был очень голодный надеюсь это были не строители и вот так произошло но так как я вижу что вот они куски кирпича валяются также видно что вот угол мокрый идет разрушение фасадной кладки и это конечно проблема здесь нужно смотреть если еще гарантия от застройщика если есть то обращаться а вот впереди один наверное из лучших дворов обратите внимание дом 15 может быть этажей 12 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 12 этажей здесь еще больше такой огромный колодец внутри все забито машинами для того чтобы подняться домой там нужно преодолеть ряд ступеней что такой вид очень очень специфический не знаю может быть когда ты приезжаешь какого-то города где вообще ничего такого нет где там убогие разрушающиеся дома то конечно это смотришь на это тебе это нравится но всегда есть и выбор и нужно очень взвешенно проходить ответь его здесь тоже вот высылаю пошли вот они белые это по идее фасад нужно мыть чтобы было красиво чисто ну здесь тоже человек немножечко не то сверху конечно обращать внимание что это то что может быть квартире у тебя еще этого пока нет но не очень бы хотелось чтобы разрушался фасад здания смотрите здесь слушайте друзья так здесь вообще он а вот здесь все видно смотрите тут все очень просто застройщик монолитное перекрытие просто немного штукатурил и покрасил то есть подровнял чтобы ровненько было вот и все жаль что здесь нет утепление с утеплением было бы намного лучше у классная маска смотрите 2 страшно как снова белый снег пошел не знаю отдастся мне сегодня или нет поснимать на коптер вот рядом мы видим заправочную станцию базовая вышка сотовые сети то эти домов здесь не был здесь вот она там 10 метров наверно высоте а сейчас конечно все закрывается домами есть переход в никуда но зато здесь через снесенный забор ограждения от сильного ветра который не так далеко был недавно был у нас здесь можно обратить внимание вот это у нас подвал фундамент здания пеноплекс утеплитель застройщик применяет ну вот на обычное недорогое обычное строительство эконом класса жилья даже здесь видно вот она сама перекрытия здесь 20 сантиметров нет аналогичная ситуация зеленая зона закрыта вот этим убогим забором высланы вот они входные группы надо подняться по ступеням что не так удобно все забиты все дворы машинами и вот такая небольшая спортивная детская зона чего на вот эти три здоровенных дома я считаю очень очень мало заходим в 4 подъезд одни из первых зданных домов предбанник здесь видите вот просто лежит у нас ковер тоже плюс а здесь уже теплее стало еще один предбанник прошли 4 подъезд информация красивенько так все сделали вот управляющей компанией самолет филиал живи в рыбацком раз два три лифта трубы утепленные надо конечно все закрывать чтобы это было красиво отис похоже кнопка вызова 1 ну первый этаж такой недорогой очень вот они кстати трубу все тут электрика идет это теплоотопление а здесь хранят мыльнорыльные почтовые ящики это даже спам есть но такой пишет давайте на последний этаж поднимемся на чудо лифте ухты какой громкий это у нас отис 23 этаж друзья 23 издурить можно 23 этаж ну знаете первое ощущение что я попал в подвал они в жилой дом что-то здесь было торчало все отломали три квартиры двери естественно люди меняют так вот у нас и выход ох ты господи здесь аж страшно но красивый вид до видовые конечно характеристики у высоких этажей достаточно ощутимые него небольшая небольшой такой скажем парк где можно погулять это что-то напоминает автосалон лада по цвету частный сектор и новостройки все 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 застраивают эти пленку забыли снять строителям от солнышка уже подваливалась это ригель для усиления несущей конструкции держится крепко и классно то что закрыто потому что у нас кирпич он пористый внутри есть отверстие когда попадает туда влага потом начинает развалиться кирпич вот они видите здесь они такие длинные прямоугольные то здесь они закрыли цементом хотя бы это уже плюс ну вот отсюда кстати очень классно видно о одна из самых высот когда только заезжаешь трендец вот смотрите какой большой поток машин сколько их здесь идет много вот когда вот видите если бы они кстати половину остекления делали бы не светопрозрачную только вид был немножечко другой так как все прозрачное видите у кого там только чего нет на этих холодных балконах то что только не хранит вот я сейчас нахожусь на двадцать третьем этаже едут машины и я чувствую вибрацию в плите не знаю ощущается ли это в квартирах или нет но вот здесь вот вот на этом месте я прям чувствую к ногами как идет вибрация так и знаете топает а это все из-за того что видите такой достаточно плотный трафик полосать отсюда хорошо видно как-то камера поворачиваться вот он прямо в центре кадра сейчас мы видим раз пешеходный переход и все и большего нету надо топать вот туда где я вот самом начале видео как раз приходил дорогу до в такое очень специфическое друзья место очень специфическое потому что вроде до метро недалеко но вы как видите здесь с тротуарами беда и здесь просто нет и топать конечно по грязи вот видите вот здесь вот он есть тротуар здесь его уже дальше не то есть как-то это все обходить идти но не очень-то приятно могли бы нормально сделать дорожку они тропинку машины припаркованные прямо на тротуарах и вот вместо газонок здесь просто месиво то есть понятно что с парковкой нет и вот видно что здесь разворачиваются они здесь и паркуются вот вот так во многих друзья дворах знаете такое ощущение что здесь одни дома машины все и больше ничего нет вот тут немножечко совсем деревьев дворы для машин да конечно здесь очень большое количество все понятно парковка стоит денег которых нет у людей зашел еще в один из домов тут посмотрите обратите внимание просто катакомбы тут ходы здесь почтовые ящики но третье кто-то спортом тренировался кулаком бил ему видно не понравился 250 квартира то что-то жгли но внешний вид этих ящиков обычные дешевые ящики спам чтобы найти лифт нужно знать где он находится это вот за этой дверью друзья как говорится без пол-литра не разберешься заходим и вот здесь у нас уже лифтовый дом где можно вызвать лифт парадная 2 нумерация квартир группа компании самолет груза пассажирский лифт 27 этаж 27 этажей из бетона и кирпича в этом лифте похоже и регенерация электроэнергии умерла и поручень для удобства но чем что-то такое зачем-то его люди сами себе же и убили ну и звонить конечно нужно чтобы хотя бы лампочку заменили а то прям в глаза бьет 27 этаж выходим ну да здесь вот смотрите куда мы вышли друзья здесь знаете большой плюс только в одну что после холодной улицы здесь тепло вот вы сами напишите друзья в комментарии как вам как вам коридоры здесь конечно отделка уже совсем другая совсем другая отделка нежели чем на первом этаже вот видите разные материалы трещины тут валится все здесь аналогичная ситуация смотрите слушайте блок бетон вот вам и трещина потому что где-то нарушили технологию сделали немножечко не так не проконтролировали за это так получается бетон здесь просто покрыта краской затем как в комплексах покрывают краской здесь аналогичная ситуация и вот что-то я знаете заблудился хочу выйти на лестничный марш на переходные балконы ох отсюда конечно открывается очень красивый вид на город как на город на него красиво друзья очень красиво вот из-за только такого вида здесь стоит приобрести квартиру на последнем этаже только из-за вида вот это у нас дверь с выходом на кровлю осмотрите как красиво да видите сколько много тепла уходит через эту щель на улицу друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а а и и и и и и и